Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать бесплатный плагин на Joomla 4, условно бесплатный, который позволяет защитить административный email, который вы используете на сайте, от спам-ботов. Зачем эта защита нужна? Вообще на Joomla, на самой Joomla есть защита, но она не настолько надежная. Может так произойти, что спам-бот, по-другому робот, который сканирует сайты и собирает email-адреса, собирает специальную базу, и потом по этой базе начинаются рассылки спама, и получается потом просто будут атаковать ваш email-ящик различной рекламой. Вот чтобы спам-бот не мог прочитать email, желательно на сайт установить хорошую защиту. В этом видео давайте рассмотрим данный плагин, где его скачать и как его настроить. Переходим на мой тестовый сайт. На момент записи видео сейчас последняя актуальная версия 4.3.4 Joomla. Установить плагин мы можем прямо из репозитория WordPress, прямо из админки. Переходим в систему, расширение. Переходите вот на вкладку «Установить из Jet», в поиске вбивайте, называется плагин ML Protector, нажимаете «Поиск». Он находится сразу вот в первой позиции, это известный разработчик RegularLabs, о нем уже, о других его расширениях я записывал ранее, тоже уроки. Нажимаем прямо по названию, устанавливаем бесплатную версию, сейчас посмотрим отличие от платной версии. Бесплатной версии в большинстве случаев вам будет достаточно. Нажимаем «Install», прокручивать вниз, нажимаем «Установить». И при установке здесь я поясню, вот у меня сейчас установил все в порядке. У вас может быть такое, что здесь будет красное уведомление, что этот плагин поддерживает современную версию PHP на вашем хостинге-сервере. Я использую Bigget, вот сейчас я зашел на свой хостинг, у меня напротив домена, я могу просто перейти по шестеренке, то есть вообще переключиться, если у вас так же или похоже. Ну, у любого хостинга это можно самостоятельно переключить. То есть смотрите, версия у меня даже 8.2 стоит, на момент запись видео самая свежая. А плагин требует обязательно 8.1, не ниже, иначе он работать у вас не будет. Обратите внимание, поднимая версию PHP, чтобы у вас не было каких-то других расширений на вашем сайте плагинов, которые, допустим, давно не обновлялись, они могут не работать на свежих версиях PHP, и ваш сайт может просто перестать работать. У вас все остальные расширения, шаблоны, все должно быть современно, обновлено, чтобы поддерживать версию 8.1. Потому что вы сейчас версию поднимете, плагин заработает, но какой-то другой старый плагин, который, допустим, вы давно не обновляли, или шаблон, или компонент, он у вас просто перестанет работать. После установки переходим в панель управления. Также здесь, когда вы устанавливали плагин, у вас будет уведомление, что системный плагин самой Joomla, который защищает email, автоматически будет отключен, если он у вас был включен, то есть сам плагин его отключает, и вместо родного расширения Joomla будет работать теперь вот этот плагин более сильный, с более сильной защитой. Здесь мы переходим в плагины, чтобы быстро найти плагин. Вот он, он вот так называется, но если он у вас наверху здесь не показывается, это системный плагин, можно просто отсортировать по системный, либо просто кликнуть вот сюда по ID, кликнуть еще раз, тогда самые последние свежие установки на вашем сайте отобразятся на самом верху. Заходим в настройки, настройок здесь немного, вот так вот выглядит вкладка плагина, вот это у нас настройки. Более детально ознакомиться вы сможете, что умеет плагин на сайте производителя. Здесь я поясню, стиль отображения оставить как есть, и есть как текст, как ссылка. То есть везде, где ваш email будет на сайте фигурировать, фигурировать, можно сделать, чтобы он отображался как текст или как ссылка, то есть будет в коде подставляться mail.to, чтобы email являлся ссылкой. Здесь на ваше усмотрение. Или оставить как есть, потому что, допустим, в некоторых каких-то моментах у вас в mail.to используется ссылка, а где-то просто текстовый email. Тогда оставляем как есть. Дальше метод, как будет защищать. То есть смотрите, у нас включен CSS и JavaScript. У Joomla родного плагина защиты email работает, по-моему, только JavaScript. В каком-то случае JavaScript может не работать, email не будет защищен. Здесь, если JavaScript, допустим, не работает, то будет email все равно защищен через CSS. И есть еще три варианта, которые доступны только в Pro-версии. Так как они у нас недоступны, мы их рассматривать не будем. В большинстве случаев вам хватит бесплатного плагина. Если вдруг этого функционала не хватает, и все равно вы замечаете, что спам-бот собирает ваш email, какие-то идут спам-рассылки, тогда, конечно, нужно приобретать уже Pro-версию. Защитить JavaScript. Здесь по-русски даже подсказка, если у вас есть ошибки, то этот параметр мы отключаем. То есть вы установили плагин, наблюдаете какие-то ошибки, вдруг возникшие. Первое, что надо сделать, отключить вот этот параметр. Защитить в ленте новостей. Два параметра только доступны в Pro-версии плагина, и у нас есть только вариант. Мы не можем здесь ничего сделать, оставляем как есть. Также защитить в PDF. Опять же, если вы на сайте это не используете, вам это и не нужно. Если email фигурирует в ваших PDF-файлах, то тоже может быть он защищен. Защитить в JSON-файлах. Опять же, тут уже для продвинутых вы должны знать, что такое JSON, и используете ли вы там свой email. Здесь тоже у нас нет вариантов. Варианты Pro, и только один точка у нас зажата, мы ни отключить не можем, ни переменить не можем. Но я вам так скажу, что бесплатного функционала именно вот этого нам будет достаточно. Уже будет защищать намного лучше, чем сама Joomla защищает его. Прелесть данного плагина в том, что он защищает не только в ядре Joomla, ваш email, он защищает еще в сторонних компонентах, которых вы используете на своем сайте. Интернет, магазин, форум, где там тоже используется тот же, допустим, email, он тоже будет там защищен. Вот такой вот полезный, но короткий урок. Надеюсь, он для вас был интересен и полезен. Я с вами на этом не прощаюсь, и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok